Друзья, я вас всех приветствую на своем канале и сегодня хочу поговорить об одном из самых элитарных видов искусства о балете. А поможет мне в этом экс-ведущий солист Большого театра, руководитель школы Гранд Батман, лауреат международных конкурсов Андрей Александрович Евдокимов. Добрый вечер. Сережа, как прошла репетиция? Хорошо, у нас скоро концерт. Андрей Александрович, здравствуйте. Я вас от души благодарю, что вы согласились поговорить на вам привычную, очень интересную тему про балет. И скажите, пожалуйста, если не балет в вашей жизни, то что могло бы быть? Ой, я даже не могу сейчас вам сказать. Скорее всего, только балет мог бы быть. У меня балетная семья. У меня мама артистка балета, папа заслуженный артист. И я так понимаю, что выбора-то у меня не было. Все было решено за меня, меня привели, отдали. В общем, вариантов не оставалось других. Для меня, например, за кулисами намного интереснее было, когда я был маленький, тем то, что происходило на сцене. Это на самом деле очень интересно. И с неемок же много про балет снимают, но вот, к сожалению, никто никогда не снимает за кулисную жизнь. Может, просто туда не пускают? Да нет, в общем, с руководством театра всегда можно договориться, потому что руководство тоже, наверное, заинтересовано показать не конечную картинку, а как к этой конечной картинке все подходит. Россия считается единственным государством, где балет – это как профессия. У нас есть школа, у нас образование дается. И вы же ведь закончили, я считаю, что это одно из лучших академий. Академия она сейчас, да, Ваганова. И с 11 лет только берут, да? Да. Вот скажите, пожалуйста, вы как педагог в школе, почему нельзя с трех лет? Нет, ну сейчас время идет вперед, сейчас приходят и с трех лет заниматься, и с четырех. Когда я поступал в училище, меня просто провели, я до этого нигде не занимался, как и все. Не было балетных школ частных, были только хореографические училища. Ну вот вы делились, что вас привели на футбол, да, сказали? Нет, меня привели на хоккей. А, на хоккей. Да, я всегда был щупленьким такой, тренер посмотрел, сказал, вы знаете, приходите на следующий год, говорит, откормите его, а то, говорит, его к стенке припечатает, он там так и останется. Ты занимаешься спортом? Да, я люблю кататься на лыжах. А вы умеете кататься на лыжах? Да. Но в то время и секций-то не было никаких, то есть были какие-то, но их было мало, это не сейчас большой выбор. Ну и как бы так вот сложилось, меня привели на балет. У нас было в классе 20 девочек и 6 мальчиков. То есть это вас больше, да, туда привлекло? Все-таки коллектив? Нет, коллектив женский, да, но по молодости как бы это все не ценится, наверное, так скажем. Но так, когда привели, это ты детство свое оставил, да. Потому что времени не было. У нас в 9 начинались уроки и в 5.30 заканчивались. Если нет, еще репетиции. Если есть репетиция, это часов до 7, до 8, 6 дней в неделю. А сколько лет там учиться надо было? Восемь лет. Восемь лет. И потом вас как-то распределяли, да? Потом, да. Потом приходили из театров художественные руководители, смотрели и по экзамену приглашали в театр. Ходит всяких слухов, много легенд. А есть вообще дружба между балетными? Нет, ну дружба есть, конечно. В Питере они сейчас педагогами в Вагановском училище. Там преподают. Николай Максимович, да? Да. Николай Максимович в Большом театре был, я же заканчивал Вагановку. Нет, я имею в виду, он сейчас там руководитель. Да, он ректор. Он не руководитель, он ректор. Ну вы застали, да, с ним танцевали, нет? С Колей, да. С Николаем Максимовичем я станцевал, да. Ну, кстати, мне нравится, он в каком-то одном из интервью сказал, что он вообще благодарен всем своим партнершам, всем так очень тепло и как-то так по-доброму отзывается. Почему он должен о нас плохо говорить? Это своя жизнь. Корпоративная этика. Ну да, скорее всего, и корпоративная этика. Да и, в общем, никогда не было в театре никаких интриг таких каких-то, вот как связано с Филином в последнее время. Раньше этого не было. Ну вот громкий, мне кажется, это Филин и Волочкова. До этого я даже не встречала, чтобы какие-то были вот такие. Раньше, может быть, это не выносилось или не было такого вот как пиара, да? Нет, просто такого не было. Каждый занимался своим делом, все свое дело любили. Театр назывался вторым домом, потому что ты все свое время проводил в театре. То есть практически свободного времени не было. Часто говорят, вот, жесткая конкуренция, стекла в пуанты, рвут, режут костюмы перед выходом. Скажите, это все ерунда или это правда было? Нет, конкуренция жесткая, да. Травмы мы не берем. 38 лет, это и на пенсии. Должен успеть. Да, естественно, приходят молодые, которые и моложе, и желания, и возможности. Все-таки балет тоже не стоит на месте, он идет наверх. Конкуренция жесткая. Но вот эти все вот серная кислота в графине, пальцах, стекла, это все больше так. Байки? Конечно. Конечно. Вот вы заканчиваете академию. Вас распределяют Мариинский театр. Как я читала и объясняли нам, что все свой путь начинают от кардебалета. Расскажите для обычных, кто вообще не понимает в этом ничего, какие ступеньки, да, и что вот как выше только звезды. И на пенсию, да? Звезда и на пенсию. Да, да. Это сейчас чуть-чуть поменялось. Раньше было, это вот в Мариинском театре тогда был Виноградов Олег Михайлович, художественный руководитель. В Большом театре, когда я пришел, был Юрий Николаевич. Это таких два, я бы сказал, столпа. У них был принцип, что любой артист должен пройти через кардебалет, чтобы вот впитать эту атмосферу театра, посмотреть, как работают другие. Начать с низшего, чтобы закончить, если ты можешь, закончить высшей ступенью. Сейчас чуть-чуть все это стерлось, сейчас ты выпускаешься из училища, тебя берут в театр чуть ли не на ведущего солиста. Не буду, так сказать, о своих коллегах плохо. Может быть, ногами-то все можно и сделать, но души, понимаете, как бы, ну что, какая душа там, 18 лет, как можно передать какие-то переживания. То есть роли должны выдаваться по возрасту? Они должны быть выстраданы. Как можно, например, играть в Жизель, что тебя бросает мужчина, 18 лет это не прожив? Да, тебе педагог это может объяснить, но пока ты сама это не прожила, это очень тяжело сыграть. Субтитры создавал DimaTorzok Я слышала от одного актера драматического, он говорит, что мы, актеры театра, входим в пространство, а балетные артисты, они создают пространство. Мы его занимаем. То есть, как я понимаю, вы выходите, когда на сцену, есть некая такая для нас картинка, да? Портер, понятно, он видит ваше лицо, вы отыграете. А как туда достучаться? Вот из-за этого у нас не лицом, у нас в основном жесты. Каждый из жестов имеет определенное слово. Как артист говорит, я тебя люблю, он просто это передает, я тебя люблю, глазами, все, потому что все приближено. У нас все идет от жестов. Я тебя люблю. То есть, вот это все утрировано. Да, это все утрировано. И чем это утрирование, чем больше, тем тебя выше видят. Потому что галерка большого театра, да, там, чтобы вообще разглядеть, там бинокли выдавали. Но даже в портере не всегда видно. Да, из-за этого вот артист должен занимать площадку. Он выходит для галерки маленький, но он занимает всю сцену большого театра, чтобы зритель видел, что это значимый человек. Из зала очень видна мимика. Нас учат не считать, вот там раз, два, не считать, если музыку кто не слышит. Особенно ругаться нельзя. По губам читать. Мимика, ты не играешь, ты мимически практически не играешь на сцене. Ну, уже так все. Да, но как ты только что-то произнесешь, нецензурно. Это видно, как будто ты чуть ли не на весь зал сказал. Видно, когда ты завалишь балерину. Очень видно. Она на тебя так смотрит. Зло. Специально. Да, что ты мне все испортила, понимаете. Про меня что-то смешное. Это одно было, это когда Анюту готовил. Есть партия студента, очень тяжелая, потому что девочку постоянно носишь, да, на руках и большие воздушные поддержки. Раз ее туда наверх, два, потом третий раз долго вот так открываешь, она к тебе бежит, подымает. Я помню какой-то спектакль, когда я так руки открываю, так, и ты так стоишь, все, ты ее сейчас не подымешь, и она тебя потом убьет, потому что это балерина. Такое, да, а так у нас все очень... Четко. Четко. Никакой привилизации и ничего. Не туда пошел, тебя вернул. Нет, такого нет. Я когда первый раз вставной ПДД в Жизелле танцевал, там же все четко. Ты поклонился, ты уходишь на определенную сторону, чтобы с определенной стороны выйти. А я первый раз танцевал, так переменяюсь, и я с балерины ушел туда. А вариация должна идти сразу. Вот я за три секунды перед вариацией, когда я должен был отдыхать, я вот так оббегал по заднику всю сцену, чтобы именно выйти оттуда, откуда я должен быть. Невозможно выйти с другой стороны. Слушайте, у вас прям схема в голове, да? Прямо схема, и ты не можешь там туда ушел, ошибся, куда ты ушел, выйти оттуда. Нет, ты должен... А наказывают как-то? Нет. Ну, если не заметили, это твои проблемы, что перед вариацией не отдохнул, и вместо того, чтобы вздохнуть там два раза, бежал, сломя голову по заднику. Это твоя ошибка, это твой косяк. Субтитры создавал DimaTorzok У нас, если слышит человек большой, сразу ассоциация театр. Если балет, это обязательно у нас, наверное, Лебединое озеро. И на Новый год, конечно, вот этот вот ажиотаж вокруг Щелкунчика. Ну, Большой театр – это вообще отдельное государство в государстве. Это есть такое. Я просто ходила на встречу тоже с нынешними балетными, да, которые действующие. И там все время говорят про какую-то гримерку, что у каждого артиста есть какая-то совместная гримерка с кем-то. И вот эти гримерки как бы как поколение с поколения там как-то передаются. Ну, да, они передаются из поколения в поколение. Ну, как это правильно, да? А в гримерке, где вот, ну, вот как мы солисты, там, ведущий солисты, это по 4-5 человек в гримерке. И сольные гримерки по 5 человек. Есть кардебалет, это там их человек по 12-15 сидит. Вот. И попасть в сольную гримерку может только тот, кто стал солистом. Но это гримерки именные, да? Да, у тебя свое место, ты вот, пока ты в театре, ты, ну, вот у тебя точно только и только твое вот это место. А вот расскажите с этими костюмами, такие красивые костюмы. Это шьется под каждого или это... На солиста, на ведущего, да. А все остальное? На остальное идет стандарт. А красивые костюмы это потому, что Юрий Николаевич работал только с Версаладцем. Вот они нашли себя друг друга. Постановка Юрия Николаевича Григоровича, декорации костюма Версаладца. Все, это у них был такой тандем. Когда был Юрий Николаевич, в основном спектакле было его наследие. На чем, так сказать, стоит Большой театр, то, что хотят видеть за границей. Это все постановки Юрия Николаевича Григоровича. Классика. Классика, да. Когда он был художественным руководителем и балетмейстером, практически никого не приглашали. Западных балетмейстеров не было. Монополия такое. Большой театр родился, когда был Спартак, когда его танцевали Василия, Владимир. Лавровский, Лавровский, Щелкунчик, который до сих пор идет, на который, как вы сказали, не достать билеты. Это тоже Юрий Николаевич Григорович. Лебедины. Это тоже Юрий Николаевич Григорович. Фундамент Большого театра. На Западе все хотят видеть классику. Классика в Большом театре – это Юрий Николаевич Григорович. А расскажите вот эту историю, как он вас переманил. Предложил, так скажем. Он вас увидел в театре? Я работал в Мариинском театре. Он меня увидел. Не знаю, на каком спектакле. Честно, нам же, когда ты выходишь на сцену, никто говорит, что сегодня придет Юрий Николаевич. Я начинал только-только. Выпустился где-то. Я в 89-м году выпустился. Где-то в 91-й год мне стали давать сольные партии в Мариинском театре. И увидел Юрий Николаевич, подошел и говорит, не хотел бы ты у меня поработать в Большом театре? Я говорю, Юрий Николаевич, ну, ведущим солистом. Он говорит, нет, у меня все проходят кардебалеты. Я говорю, Юрий Николаевич, ну менять один кардебалет на другой кардебалет, при этом бросать город, в котором ты родился, ехать в Москву, когда ты там никого не знаешь. С нуля. Да, я говорю, ну, я думаю, что нет. Он говорит, ну ладно, давай, я тебя жду тебе. Ну, мы не договорились, как я посчитал. Ну, и у меня как-то и вылетело из головы. Ну, поговорили с тебя, но не сложилось. Вот, вдруг звонок. Я говорю, Алёга, здравствуй, Андрей. Я говорю, здрасте. Это Юрий Николаевич. А я, я говорю, а кто это? Он говорит, ну, это Григорович. Ой, Юрий Николаевич. Я говорю, я не понимаю, где ты, я тебя жду? Я говорю, так Юрий Николаевич, мы же с вами не договорились. Он говорит, да ладно, всё, давай, собирайся и приезжай. И вот как-то так вот, то, что он позвонил, наверное, сыграл. То есть такой человек, который уже знает весь мир, художественный, вдруг звонит. Ну, я тогда был вообще никем. Ну, по большому счёту. И вот, наверное, это и сыграло, такую вот роль. А в театре спокойно отпустили? Абсолютно. Абсолютно? Не очень, потому что я приехал, мне сразу стали давать сольное. Он сразу стал давать Юрию Николаевичу. И всё. И вот началось это. Блад, да? Блад. Типа, да, из Питера. При этом это были единицы. Это я был из Петербурга. И в своё время приехала Семеняка. Её Михаил Лавровский пригласил. Пригласил, да, для себя, как партнёр. Всё, больше из Питера. А тут приехал какой-то мальчик 20-летний, ему дают всё сольное сразу. Ну, конечно, потому что раньше было так. Вагановка готовит для Мариинки и Михайловского театра. Раньше Малый оперный. Большой театр готовит для Станиславского и Большого театра. Раньше не ездили, как сейчас. Раньше вот это Большой театр, это МГАХ. Мариинка, это Вагановка. Всё. Ну, то есть как бы было сложно, но вы втянулись, да? Ну, было такое сначала пренебрежение. По-моему, всё равно же это всё стирается, потому что это же работа. Люди видят, что человек работает. Не просто приехал и ничего не может сделать, а вот его пригласить. А зависть? Ну, это всегда есть, это и будет всегда. От этого, к сожалению, не избавиться. Тем более в нашей профессии. Потому что у тебя век очень короткий, как говорят оперные. Оперные могут петь там и 60 лет, то есть стареет тело, но не стареет голос. У балетных всё очень быстро, стареет тело, всё. Да, там единицы могут себе позволить. Это мог Нуриев позволить танцевать, Барышников и Плесецкая. Хотя потом сама говорила, что со сцены надо уходить вовремя. То есть вот приезжал Нуриев, когда он уже был больной спидом, в Мариинский театр. И я ещё вот как раз только выпустился в 89-м году. Он в 89-м приезжал. Для него это, конечно, было, наверное, возвращение на родину. Он на этом связан. Ну, конечно, смотреть это уже так... Печально, да? Да, ну, просто уважение к такому человеку. Балет за границей узнали благодаря Нуриеву, российский, русский, русский. Нуриев, Барышников, Макарова. Это вот первые люди, которые остались там, при этом остались со скандалом, естественно. В то время уехать было нельзя просто так. Это был побег из России. Ну, они создали вот это имя, потому что, да, никто о России не знал. И вдруг приезжают артисты, которые лучше своих просто в разы. А у вас была там какая-то перспектива роста? Да, вот мне стали... Раньше не давали сразу. Даже если тебя видели как артиста, который может работать, может танцовать, тебе давали там двоечки, троечки. Ну, есть ведущий с балериной, есть там где-то там станцевать вариацию вставную какую-нибудь. Одному. Или двоечка какая-нибудь. Или в галоконцерте какой-нибудь ПДД станцевать. А вот про это ПДД, вот расшифруйте для тех, кто не знает. ПДД это вдвоем, девочка с мальчиком. На двоих, по, вдвоем, если так перевести. То есть это какая-то специально созданная вариация для двоих? Это адажо сначала идет, когда мальчик носит девочку. Потом идет его вариация, ее вариация и кода. То есть либо это поставлены номера, либо это ПДД, вот этот вот номер, который ПДД из какого-то спектакля его берут, и его танцуют артисты. Любой балет заканчивается ПДД... Солистов. Герой и героинь. Угу. БЛАВЫ! А вы танцуете с какой-то одной девочкой Или вам приходится с разными репетировать? С разными И как? Вот так А было такое, что с кем-то комфортно? Конечно То есть человеческий фактор все равно присутствует И еще, когда тебя руководство не любит Тебе ставят Кого-то не хочешь Потяжелее, да Тут, понимаете, артисты балета Они очень зависят от руководства Юрий Николаевич так Четыре ведущих, ну пять, это максимум Сейчас их штук 15 или 20 Спектакли столько не идут И вот из-за этого и начинается Вот эта вот борьба за Выйти станцевать Раньше я щелкунчик, когда при Юрии Николаевиче танцевал У меня там вот за 25 спектаклей Ну там моих 12 получалось Там в 10 точно Сейчас танцуют солисты Дай бог они 300 танцуют Из 20 Потому что столько ведущих стало Что они просто не успевают Делить спектакль То есть каждому надо дать Станцевать по разу Хотя бы И вот так там есть списки такие 10 ведущих солистов Которые танцуют щелкунчик И начинают распределять Принцы Принцы И ему вот дают там допустим Ну я не знаю там 25 И вот их 10 там 25, 26, 28, 28, 29 И вот так распределяют Утро, этот вечер И этот утро, вечер Раньше такого не было Сейчас просто все поменялось Время идет вперед Ну при Юрии Николаевиче Я говорю Ну человек 8 было Кто танцевал щелкунчик Когда ставится балет Это раньше люди просто ночевали В театре То есть это могло быть Бесконечно постановочные Но это не на кого-то ставилось Да, солиста ставится На определенных людей А, на определенных все-таки Когда мы готовили Спартак Мы репетировали где-то Начинали там за полторы За две недели Сейчас с кем-то я не разговариваю Говорят, да мы сразу Одной репетицией Такие талантливые, может быть? Нет, нету времени А когда репетировать? Когда у тебя каждый день Разные наименования балетов Мы раньше шли как? Блоком не шли спектакли Шел Спартак Потом следующий могло быть Там через три дня Лебедина Потом Жизель Сейчас они, чтобы Декорации не менять часто Теперь блок идет Спартака Три раза Еще что-то три раза Еще что-то три раза Дешевляют как-то, да? Ну это, я не знаю Дешевляют или так выгоднее им Раньше такого не было Из-за этого ты готовил спектакль Где-то неделю, полторы, две Чтобы станцевать Уже готовый спектакль Потому что когда тебе дают спектакль Ты его готовишь полтора месяца А правда, что вот еще всегда сидит Художественный руководитель, да? Да А педагоги тоже всегда смотрят? Педагог твой, да А он где находится в этом моменте? Он всегда стоит под царской ложей А, то есть он смотрит весь спектакль? Да А как педагоги распределяются? И вы или как-то хотите кому-то? Да, кому-то я хочу Или кто-то, кто мне предлагает, так скажешь Ну вот какие ваши были педагоги, которые У меня был Ягудин Шамиль Харульович Царство ему небесное Потрясающий артист балета в Большом театре Потом он умер И так произошло, что у меня было какое-то время Я без педагога, а мне дали новую партию И я сам готовил ее Как-то так вышло, что у меня Виктор Николаевич Барыкин Оказался в зале А у меня что-то не получалось Там из трюков И он мне подсказал Я говорю Виктор Николаевич, а вот не поможете мне вот это подготовить? Это мне дали Я вот так по стечению обстоятельств Без педагога оказался Он говорит Да, Андрюш, давай Ну и как-то все И до конца я вот так сниму А правда, что вот, например, вы сейчас танцуете А кто-то сидит и вас страхует Всегда, да? Да, абсолютно Потому что, ну, травмоопасный, так сказать, вид нашей профессии И как бы зритель не должен, что не дай бог там со мной что-то случается в первом акте И все, спасибо Извините, спектакль там дальше идти не может Потому что нету ведущего солиста Это кардебалет Тоже не хочу, как бы, говорить, что это тоже плохо Но один человек ушел Ничего страшного? Ну нет, ну страшно, но не так заметно Когда у тебя там вариация, играет просто музыка, а никого нету Ну это заметно, и как бы зритель не должен страдать Из-за этого, да, до последнего антракта Есть запасной, который просто сидит и как бы запасает Что не дай бог что Сразу бежит переодеваться и выступает Из-за этого первый состав всегда это тот, на кого ставит балетместер А сколько вообще составов? Три-четыре У меня было такое, когда Юра Клевцов-Сельфидо танцевал А я его запасал Я сижу в буфете, ко мне подходит Андрюш, там вот что-то Юра как-то Иди, говорит, переоденься На всякий случай Я запас Я иду переодеваюсь, подхожу Юра, ну как? Он говорит, да все нормально Чего ты переоделся? Я говорю, ну мне сказали И я вот так штаны Стою с девочками там за кулисами С кардебалетом разговариваю Вдруг он выбегает вот так вот за кулисы Говорит, все, давай, иди А вот сейчас твоя вариация Все, я не могу, иди Ты не разогретый, ты холодный Так сбрасывай штаны и вперед Всякое бывает Солисты, это же постоянно Мужчины что делают? Носит балерины, прыгают Это физика Два акта, это тяжело станцевать ведущую партию Это не очень приятно Ни для кого Причем для человека, который запасает Тоже не очень приятно Ты не настраиваешься на спектакль Ты приходишь в театр, ну так сказать Посидеть, выпить кофейку Поболтать и уйти А не Вкалывать Да, да Заниматься, работать При этом это же не просто выйти И заменить человеку станка Это надо дать какие-то эмоции Ну выложиться Выложиться, да А ты как бы не подготавливаешься к этому Ну бывает всякая Это жизнь И мы от этого не застрахованы А бывало, что с вами что-то такое И вас меняли Со мной нет То есть у вас не было таких серьезных травм Серьезные были На репетициях, да Я три раза рвал правую икру Два раза левую То есть это выпадаешь на Ты выпадаешь первый раз Я выпал на полтора месяца Балетный мир, он очень жестокий Пока ты можешь Тебе звонят импресарио Тебе приглашают куда-то выступать Танцевать Травма у тебя, тебе звонят Ты говоришь Извините, я поломанный Не могу Кто-то еще звонит Проходит месяц Никто не звонит И депрессия Полтора месяца ты пропустил Начинаешь восстанавливаться Если серьезные травмы Вот как у меня было Я где-то восстанавливался Тоже полтора месяца Чисто психологически Я боялся прыгнуть То есть вроде ничего не болит А прыгнуть ты боишься Здесь такой Анатолий Корнеевич В ЦИТО Специальное отделение Балетное и спортивное Травма Я ему очень благодарен Потому что он тогда Меня поднял на ноги просто Когда ты заходишь В его кабинет Там Оооо Все знакомые Все лица Пол большого театра Прошли через его Золотые руки Но он вас должен Восстановить физически А вот как вы говорите Боюсь прыгнуть Вот боюсь Сам переступаешь Это сейчас Психологи есть Да, да Нет такого не было Нет, раньше такого не было Сам потихоньку Пытаешься Что-то там Сделать Там Педагог подходит Ну как Но главное Что ты восстановился Ты все А все Ты никому не нужен Вы себя жалели? В театре уже Ну а что жалеть? Надо бороться В театре о тебе уже забыли То есть уже Так быстро? Все, да Конечно Идут спектакли Новые звезды, да? Да, да Там Только свистни набегут Куча желающих Серьезно? Конечно А давайте поговорим Про этот театр большой Государство в государстве Вот вы решились, да? Оставили Мариинку И совершенно не понимая Куда, зачем и как Пригласили Понимали уже, да? Понимаю Ну вот расскажите Вот первый выход И ваши ощущения Волновались Что чувствовали? Еще как волновался Я станцевал спектакль И вообще не понял Что это было В эйфории, да? В шоке? Да, ты что-то станцевал Чего станцевал Что там произошло? Это нереально Все, уже потом Второй, третий А первый это было прям А первый был кто? Сельфида? В Большом театре, да А есть в Большом театре Что вы не станцевали Но очень хотели? Нет Все, что я хотел Я станцевал Какой самый любимый Ваш герой? Джеймс Сельфиди Это первое Что я станцевал В театре Причем К слову Что Как бывает Поломался мальчик За неделю И просто Педагог подошел И сказал Вот он поломался За неделю сделаем Я говорю, сделаем Не было бы счастья И это, да И, ну, так тоже нельзя Ну, нет Я шучу Это такой Случай Да, так Я всегда всем говорю Вот, которыми ребятами Я работаю Что вы не знаете В балете как Это случай Кто-то заболел Ты вышел Тебя увидели У тебя сложилась карьера То есть ко всему Надо быть готов И первая Вот моя премия была Это именно За Джеймса В Сельфиди Вот так как-то Велся удачно Как говорили То есть вы себя Комфортно В ней чувствовали В ней очень, да А какая такая сложная роль была Вот, которую вам дают А вам Ну, вот Лебединая Лебединая, да? Серьезно? Ничего себе Махровая классика А вот Ну, вот как-то Неуютно Всегда Сколько я не танцевал Всегда как-то Неуютно себя чувствовал А вам давали Одну и ту же роль Или разные? Нет Я был солистом Ведущим Солистом То есть я танцевал Только ведущим Мне не могли поставить В кардаболе Если меня нету На афише Я не имею права Даже я не имею права Выходить Потому что Как бы это ни банально смешло Мне не могут начислить зарплату Потому что начисляются по афише По партии Которую ты в афише исполняешь Если тебя нету А как тебя оплачут? Никак А вы знаете Я тут сейчас тоже читала Я не знала Что оказывается балерина Это тоже титул Который надо заслужить Что не все Кто танцует Простите Они балерины А у нас сейчас Все балерины Ну это потому что Сейчас так Если ты станцевал Что-то ведущее Ты балерина А вот балерина Скажите Это за какие заслуги даются? Это тоже вот Как ведущий Не ведущий Или как это Вот у вас Это за данные За качество Мыслуги нет? Нет Нет Это за качество исполнения За твой Как сказать Профессионализм За то Что ты Востребованный В театре И по всему миру Нас балерин Не так много в театре А когда например Заказывают какой-то балет Да Например Чтобы приехали С гастролями Просит прям Каких-то конкретных Балерин Нет Просит балет Просит балет А уже театр Сам принимает решение Кто поедет А уже художественный руководитель Да Хочет чтобы Ну Спектакль прошел На высоком уровне Лучшая балерина Лучший ведущий Солист Должен танцевать Не свои А лучшие А был какой-то Обмен опытом С иностранными Балетными Артистами Все учатся по книжке Агриппина Весь мир Учатся по Агриппине То есть мы лучшие Первые Нам никто не нужен Раньше Да Балет был впереди Планеты всей Да Раньше Да Хорошие педагоги Значит хорошее обучение Хорошее обучение Хорошие артисты балета Сейчас к сожалению Все хорошее уехало Из-за этого Вот такая У нас сейчас идет Так сказать Странная ситуация Ну не странная ситуация Но каждый ищет Где ему лучше Это естественно Просто раньше было Так сказать Родина Предложи кому-то уехать Вот Лавровский Михаил Леонидович Который был мой педагог В театре В Большом С которым я работал Который народный артист СССР У которого папа Был художественным руководителем Театра Большого В свое время Предложи ему уехать Так он бы и не согласился Потому что это был патриотизм Это была Родина Это был Большой театр Который весь мир Хотел видеть Вообще Рубку плескал Там Когда первый раз Большой театр Приезжал в Америку Там за трое суток Билеты Да Ночевали Чтобы сходить На Большой театр При этом Была тогда Холодная война То есть Россия Как бы Не Россия С СССР С Америкой Были в очень тяжелых В отношениях Все повторяется Да Но сейчас Балет задвинули А раньше Большой театр Ездил всегда То есть вне политики И всегда говорили Что театр Спорт и театр Вне политики У нас в своей профессии Мы и занимаемся Все Сейчас видите По-другому Тоже К тому Что время Поменялось Сейчас раз Да И спортсменов И театр Причем тут театр Мы со сцены Никого не агитируем Большой театр Всегда ездил И это было По всему миру И как бы Это даже Так скажем Не обсуждалось А вот скажите Вы выходите Выступать Вы видите людей Или нет Первые рядов Пять-шесть Да А вы как-то Вот умеете Не фокусироваться Потому что Ты не фокусируешься То есть вы Ты танцуешь для всех Не для определенного человека Вот для всех Как меня учили В старой школе Говорят что Ну раньше Раньше галерка Были самые дешевые билеты Где стояли там Да-да-да Самые дешевые И всегда говорили Ты для них танцуешь Туда Ты все туда Почему туда Потому что там в основном Все поклонники Человек который ходит Именно на тебя Но он не сможет покупать Там тогда по 10 что ли Рублей было Билет в Патер Сейчас 15 Да Он не сможет Просто Ну да Они брали По рублю Что ли он стоил Я не помню Или еще дешевле Естественно И всегда Вот старая школа Говорила Там все поклонники На галерке За этого Ты все время Туда сможешь Там все твои Почитать Но вы знали Кто ваш поклонник Знали Они ждут потом после... Ждали. Потому что сейчас, я же говорю, нет служебного входа. Раньше ждали. Но сейчас все через соцсети. Нет, сейчас тоже ждут. Ждут? С цветами ждут, да, чтобы взять автограф. Но уже в меньшей степени. Вы знаете, я с тем, с чем столкнулась. Я пришла за билетами и смотрю, дамы берут билеты, несколько штук на разные даты. На один и тот же спектакль. И я стою и говорю, а зачем вы так делаете? Они мне говорят, ну, дело в том, что до последнего неизвестного, ну, как бы, мы не знаем, состав. И это такая, знаете, как удача попасть, да? И мне всегда казалось это так странно. Ну, почему на одного и того же ходить? Ведь интересно сравнить, посмотреть. Все абсолютно разные, подача разная. Я ходила два раза, танцевала лантратов вот на эту украшение строптивы на 8 марта, если подарок сделал. Я получила огромное удовольствие. Но мне он показался вообще второй раз, вот как будто вот он прям настолько свободно это все делал. Вы правильно заметили. повторить спектакль невозможно. То есть вы настраиваетесь, да? И вот как пошло? Нет, ну, настраиваешься и репетируешься одинаково каждый спектакль. Но вот вы вышли, вы же вышли, и что с вами там будет? И другие эмоции. Почему не скучно ходить вот этому одному зрителю, который там поклонник, твой там или чей-то еще? Почему не скучно? Потому что один спектакль не похож на другой. Где-то больше дашь эмоций, где-то меньше. И причем есть профессионалы, любители, но уже настолько профессионалы, которые тебе помогают. Ты знаешь, а вот и вот тот спектакль, вот у тебя тут было лучше. Ты не повторишь спектакль. А как вы к критике относитесь? Или относились? Хорошо. Хорошо? А вас не раздражало? А ты попробуй, выйди вообще, не умри. Ну, как говорят, критик – это неудавшийся артист балета. Повторюсь, у каждого артиста есть свой поклонник. Кому-то нравится сейчас, давайте возьмем, Ваня Васильев, кому-то Ваня Васильев не нравится. И их нельзя винить. Ты не можешь нравиться всем. Ну, то есть вы спокойны. Абсолютно. Там был такой критик, женщина одна, и она разносила всех. Которые все боялись, да? Да, а почему-то меня она вот как-то всегда… Обходила. Не, не обходила, наоборот, писала, что «Ой, это хорошо». Все говорили «Господи, ты…» Ты заплатил мне. Да, да, да. Потому что она вот ни об одном человеке в театре не написала «хорошо». Либо так, но это было средненько, это уже считалось просто, что это гениально, это похвала, что средненько. Разносила всегда всех. А она была какой-то историк балета? Не буду, да. Она была редактором журнала «Балет». Да, то есть экспертом. Это сейчас есть в соцсети, а раньше что у нас было? Журнал «Балет», все. Подруга повела мужа, муж проспал полотделения. Потом сказал, ну когда уже можно коньячку пойти выпить? И потом он сказал, ну а ничего так, костюмы веселые. А когда я говорю, я иду на балет, мне говорят, боже, такая скукота. Вот как правильно, может быть, даже и детей настраивать? И на что обращать внимание, чтобы вот такого не было, что, боже, как это скучно? Ну, вы правильно сказали, что это элитарный вид искусства. Если человек это не видит, не понимает, вы его не перестроите. Можно, конечно, выводить театр, это все объяснять, но это элитное. Не зря это всегда было привилегии царей, князей. Всегда театр субсидировали цари. Он никогда не был самоокупаемым. Театр вообще априори не может быть самоокупаемым. Это не получится. То есть финансирования нет отдельного, да? Это все-таки спорство. Нет, есть государственного финансирования. Ну как большой театр, он государственный. Но все равно есть пропитический совет. Ну, по-другому, к сожалению, нельзя, потому что это очень, так сказать, дорогое искусство, вид искусства. 25-30 кардебалетов, костюмов, солисты, ведущие солисты, при этом в двух составах, плюс декорации огроменные. Это все очень дорого. Просто как-то раньше было искусство. Раньше люди тянулись к искусству. Тянулись, было интересно. Это была какая-то определенная элита, которая могла позволить себе купить эти билеты. Сейчас публика поменялась, да? Стали более, ну, скажем так, доступны билеты. Я, конечно, не скажу, что по цене они доступны, но, во всяком случае, если у тебя была мечта попасть, ты попадешь. Сейчас, конечно, можно купить вот эти вот перекупщики. Уже как-то их там по паспортам билеты продают еще как-то. Все равно о ней. Нет, это все есть, и они предлагают, и, ну, слушайте, когда говорят на Щелкунчика 200 тысяч? Ну, это же созданный, искусственно созданный ажиотаж. Есть спрос? Давайте так скажем. Это все всегда с перекупщиками боролись. Мою бытность. Ну, одни и те же вот лица. Одни и те же люди. Ты их уже знаешь в лицо. К театру не имеют никакого отношения. То есть это отдельная мафия, которая этим занимается. Но это сейчас есть в каждом театре. Это еще и тогда было намного масштабнее, потому что еще бутность мою. Мы не любили это, когда создавалось имя Большому театру. Что значит создавалось имя Большому театру? Любая правительственная делегация, которая приезжала в Москву, это 100% будет посещение Большого театра. То есть была царская, и сейчас есть царская ложа. Тут еще остались, вывешивались флаги двух стран. ЦК, генеральный секретарь ЦК КПСС. Ну, вы понимаете, да, если приходит Брежнев и Ижи с ним, вы понимаете, что это сразу закрытый спектакль. А кого нагоняли? Это все приходила, вся партия со своими женами. Все свои? Все свои, конечно. Флаги. Дирижер, оркестр играл гимны двух стран. То есть это такой прям правительственный уровень? Правительственный уровень. И это было все время, как приезжали правительственные делегации. Как по телевизору смотришь, приедут, все, готовься, чтобы будет спектакль закрытый. Это ты без штанов, без сего в театр входишь, потому что тебя обыскивают снайперы на крыше, машину не припарковать, там все отцеплено, из метро не выйти, только по пропускам Большого театра. Для нас обычный спектакль. Но так создавалось, да, вот это имя. Такой напущенный ажиотаж. И это создал вот Большой театр. Принцесса Диана приезжала, она ходила на Большой театр, я даже до сих пор помню, была Сильфида. Кстати, Николай Максимович танцевал с Искариц. Сейчас, к сожалению, президент у нас ходит на КВН, а не в Большой театр. Он не ходит Большой? Нет. Он был за всю свою жизнь не один раз, когда открывали после ремонта театр. А, кстати, скажите про этот ремонт. Вот очень часто слышу от артистов, ну там в интервью, да, говорят, вот раньше был театр, а сейчас? Сейчас новодел, да. И что вообще все не так, и даже атмосфера не та, и все какое-то пластиковое, и за три копейки. Ну, вы понимаете, давайте начнем с того, что в Большом театре забыли сделать служебный вход. Как забыли? Ну, вот так. Раньше был 15-й подъезд, это был служебный вход, артистов, которые входили в театр. А когда театр открыли, поняли, что а входа-то для артистов нет. Ну, забыли. А зачем артисты в театре? Глупо же, правильно? Зачем артисты в театре? Но артисты же заранее заходят, могут зайти через обычный подъезд. Нет, для этого вот из нового здания, там, если вы его видите, сделан переход стеклян. Это специально прорубали стенку, потому что они просто, ну, просто забыли, что должны артисты откуда-то входить. Был театр, в который люди туда вкладывали душ. Вот эти залы, где танцевали Максимова, Васильев репетировали, Лиепа, Плесецкая. Ну, своя аура была. Вот эти залы везде на старинных записях, да, телевидении. А вот эти залы, скажите, они где? Все снесли? В главном корпусе или вот за ним стоит такое желтое здание? Нет, все в театре. За ним раньше были, там хранились декорации, что сейчас я не знаю после ремонта. Раньше там хранились декорации Большого театра. То есть все залы репетиционные, они все в Большом театре? Все снесли, они все, теперь все там снесли, от старого здания, так скажем, осталась только сцена и вот эта оболочка сама стены, так скажем. Билеты не достать? Билетов не достать, Большой театр всегда не показать. Свободной продажи, билетов в Большой театр не было никогда. На новую сцену, пожалуйста. Даже вот эти графики выставляют, поймал, отлично. Потому что вообще все хотят на историческую. Новая сцена, ну простите, как бы это артисты остаются те же, но это новая сцена, там театром как-то не очень. Как в Петербурге не очень любят «Мариинку-2». Современное новое здание, хорошая сцена, но современная. Духа театра нет. А Станиславского любите? Театр? Ну, который тоже балет показывает. Да, не очень. Не очень? Не очень. Тоже? Ну да, тоже. Ну, вот для меня я туда прихожу, я не чувствую, вот как большой ты входишь, ты понимаешь, ты в театре. Ты входишь в «Мариинку», в ужасном она сейчас состоянии, уже там ремонтов не делалось, наверное, лет сто. Но все равно дух театра есть. «Мариинку любите, да?» Да. Я ходила на экскурсию в большой театр. Была уверена, что нам покажут какие-то гримерки, что-то. А нам сказали, это режимный объект. В зал завели, наверх поднялись, рассказали про этот шикарный потолок, да, вот эту, про эту шикарную люстру, как моют ее нам рассказывали. Значит, мы посидели, показали вот этот вот зал, где обычно отдельно проходят какие-то симфонические концерты, Концерты. именно посмотреть. И никто не снимает вот эту закулисную жизнь. Ну, сейчас снимают. Как люди... Ну, все равно не так. Чуть-чуть. Я крашусь, я сейчас... Ну, это да, да. Не снимают, как греются за кулисами перед спектаклем. Ну, так, чуть-чуть. Вот эти все штаны, да. Вот эта вся кухня, она очень интересна, к ней никто не обращается. И, к сожалению, вот эти фильмы, которые снимают... А, кстати, как вы к этому смотрите? Да. О, да, с большим интересом. А вот этот сейчас последний. Смеюсь? Нет, последний еще не посмотрел. Балет нет? Не начали? Пока берегу свое здоровье. Ничего, да, нет? Ну, что-то есть, но в основном это настолько приукрашено. А обидно-то что, что люди, которые смотрят, они же воспринимают это, что так действительно. И у меня даже не это, что они там неправду снимают. Ну, как бы художественный фильм, понятно, что все будет приукрашено. А что, если ты хочешь как бы снять близко, ну, попросить, вот там можно любого артиста балета взять, чтобы он... Консультант. Консультантом он тебе расскажет, что хотя бы как-то сгладить, потому что некоторые места, ты так смотришь, ну, господи, ну, это же какое надо воображение иметь. Такого никогда не было, нет и не будет просто. Понимаете, как же этот фильм большой, где она с бутылкой ходит по сцене и пьет. По сцене, когда ставят декорации, вы даже пройти не можете. То есть настолько воспитан, что вы обходите по заднику, там за кулисами. То есть вот чтобы вот так вот, я вот в таком вот виде, прошел вот так насквозь, даже если никого нет на сцене, это неприемлемо. А как вы относитесь к современному балету? Я отрицательный, к сожалению. Хотя так нельзя судить. Артист должен танцевать все. Я считаю, ну, это все должно быть, составлять, так скажем, золотую середину. А сейчас в Большом театре такая идет тенденция, что классику практически все убирают, идут вот эти современные балеты. Никогда Большой театр не пригласят за границу с современными балетами. А Нуреевы смотрели? Спектакль по большому. А, Нуреев. Вот этот нашумевший. Да. С Серебренниковым. Есть балетмейстер Юрий Николаевич, который, извините. Ну, мы уже поняли, что это да. Но он никогда не пойдет ставить драматический театр. У него своя ниша. И это разные ниши абсолютно. Вам понравился спектакль? Мне не очень понравился. Все-таки, как я говорю, Большой театр – это классика. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Балерина должна уметь делать 32 фуэте А мужчина-танцовщик Он делает аллегро какой-то, я прочитала Прыжки, да, аллегро Это прыжки, которые вот такие вот они Любые Это все называется аллегро, да? Это тяжело, да? Это тяжело Я помню, как я с вами прыгала И вы сказали, несмотря на то, что сложно Должно быть легко Да Это сложно, но выглядит должно легко Легко, да И чем выше, тем это значит Да, чем лучше Он профессиональный Я обратила внимание, когда начинаются прыжки Вот Васильев особенно И там прям зал аж гудел То есть это прям какой-то прям фурор-фурор Ну и конечно, когда девчонки вот это Я не знаю, как они это делают Это очень тяжело Это считается этал пик Хай-класс, да? Пик прямо Не все делают Ничего Единицы делают Это пик И ничего сложнее нет Так скажем Из-за этого это всегда идет как концовка Класс Ну это прям такое Вишенка на торте, да? Всегда Этого все ждут Все ждут, да А вот с цветами вот эта история В Большом театре Нельзя подходить Выносят Какие-то Выносят Безопасность? Нет Потому что, во-первых, нету прохода на сцену Из зрительного зала А во-вторых, так было всегда Но вот мужчинам как принимать цветы? Вам приятно было? Ну конечно Или так? Ну это признание зрителей, так скажем Ну то есть это прям Да, это приятно С точки зрения этикета Вот как можно повлиять на то, что сейчас происходит И как вообще люди себя ведут и выглядят? Повлиять, наверное, никак нельзя, к сожалению Ну а почему нельзя ввести какой-то дресс-код и правил? Потому что сейчас деньги играют главенствующую роль в театре, к сожалению Ведь это мешает и артистам Ну артистам не мешает Когда вас снимают, сидят, вот это светит вам глаз Это да, это все Фантики через пять минут Надо обязательно конфетку съесть Потому что на самом деле это не слышно Не слышно? А почему нас так и раздражает, кто сидит рядом? Ну потому что вам слышно Но нам не слышно Не в этом дело Просто раньше это было как поход в театр События, да, как цари у нас ходили Наряжались Наряжались Это был выход Я еще заставил, когда приходили в костюм Обязательно в костюм В галстуки ходили Женщины приходили, если это зима Меняли обувь в гардеробную Сейчас это все заточено на деньги И, не знаю, театр боится потерять Что типа мы ведем дресс-код Но при этом они совершенно спокойно Вот, что детей в театр там брать нельзя Они вот шумят Они мешают артистам Но они же вели как бы официально Что до 12 лет Но официально был такой момент Когда Большой театр сказал Детей до 12 лет на вечернем спектакле не допускать Ну просто, если говорить о этикете Этикет должен прививаться из детства Ну а как привить, если не ходить? Вот, а если не пускают, тем более Как мы говорили, театр – это элитарный вид искусства Я всегда поражаюсь людям, которые приходят в театр В джинсах, в кедах Ну как-то такой диссонанс Всегда раньше был дресс-код Сейчас, к сожалению, есть такая тенденция Но это все зависит от дирекции театра Ну, кстати, обратили внимание, питерская публика другая? Абсолютно И уважают, и не бегут Да, и там билеты можно спокойно достать Ценник тоже на какие-то спектакли? Ценник в разы меньше Ажиотажа нет, да Я тоже обратила внимание, я была в Михайловском Понравилась сама атмосфера, люди, как себя ведут Все, вот как вы сказали, пришли в туфельках Никто не бежал, все стояли, аплодировали И ждали на бис И никто, и вот как в большом театре Несутся, сломя голову в этот гардероб Это меня прям... Ну, чтобы раньше одежду забрать, чтобы в очереди не стоять Ну, это такое неуважение Ну, если ты пришел, заплатил деньги Ну, ты хотя бы, люди тебе два часа или три, да, там... Ну, в Москве так Я сделал одолжение Я заплатил деньги Теперь ты должен меня развлекать Это московская политика А вы вот детям преподаете Вы им как-то рассказываете вообще Как себя нужно вести, как выглядеть Они же, наверное, сейчас просто ходят больше для физики Не для того, чтобы все будут балетными Они не станут балетными Но с детства прививается вот это вот чувство костюма Что ты не можешь на сцену выйти неопрятно Прививается аккуратность Тебя одели или ты оделся За тобой никто не смотрит Ты подошел к зеркалу, посмотрел, все хорошо И это, наверное, вот прививает такое вот к себе отношение Но это вы объясняете? Это я, да, это я объясняю А как вот вам далось вот это принятие решения Пора уходить? Или вас попросили, сказали Там вот стоит очередь Давай... Очередь стояла Тяжело же было? Ну, просто у меня так сложилось очень хорошо Что, уйдя из Большого, меня взял сразу Гордеев в свой коллектив Чтобы я у него танцевал ведущей партии Это московский областной балет Такой есть? Да, такой есть Такой есть В Московской области У него в Кузьминках свой театр Где сейчас без руков художественный руководитель О, я была там, да Вот Вот и он сказал Андрей, а что ты в шикарной форме в такой? А Гордеев был в свое время художественным руководителем То ли год, то ли полтора Большого театра То есть вы тогда еще даже не собирались преподавательской деятельностью заниматься? Нет А как вы пришли к тому, что, наверное, надо преподавать? Вот когда я закончил танцевать, меня пригласил Захаров в институт Гордеев ввел курс балетмейстерский Это в какой-нибудь институт? Славянской письменности и культуры Вот там давали, дают, давали, сейчас не знаю Высшее образование И у меня высшее образование – это педагог-хореограф Да, потому что артист балета выпускается среднее специально То есть среднее – это восемь классов А специально я артист балета Потом, чтобы преподавать официально в государственных школах Да, нужно было Сейчас все преподают А раньше нет высшего образования, ты не имеешь права Гордеев, опять же, сказал, я набираю курс Но ты бы не хотел Я говорю, ну а почему нет? И сколько лет вы учились? Пять лет И после этого вы как бы, да, поняли, что вам нравится? Педагог-хореограф Нравится, конечно Но когда тебе нравится танцевать, преподавать Ну, немножко сложно Хочется тоже танцевать Еще А уже надо преподавать Уже пытаешься детям передать то, что А совмещать нельзя? Тебе нет совмещать Почему? Если ты в театре работаешь, у тебя времени просто нет Рекламируйте школу, давайте По понятию школы, она еще очень молода Пять лет – это, так скажем, не срок Когда мы ее создавали, не так много было школ Много детей, к сожалению Не во всех школах хорошее обучение Можно хорошо танцевать, но не уметь преподавать Да, согласна А можно плохо танцевать, но хорошо преподавать А можно и не то, и не то хорошо делать Вам нравится? Преподавать? Да Кайфуете? Да, особенно когда ты видишь своих детей Где-то вот, как у меня вот сейчас прошел экзамен У моисеевцев Когда ты видишь, что они что-то добились Но они же там отбираются жестко Там совсем другое И критика потом мне Я все время говорю, вы детям Детей же оценивайте-то не меня Но критика в основном мне Педагогу, да? Он не дотянул, потому что вы не доработали Да, да, да Ты не можешь объяснить, что это он не дотянул Что ты ему это сто раз сказал Мне виноваты Очень хорошая есть так Когда все хорошо, какие прекрасные дети Дети, да Как, что плохо, педагог плохой Не смог научить Не смог научить, да А когда ты научил, не педагог хороший А дети хорошие Многие поступили в училище Прямо после вас? Да А вы как-то готовите? Да, у нас есть прямо вот направление подготовка К сожалению, приходится родителям объяснять На что они детей подписывают Ну, потому что амбиции родителей Потому что не амбиции Они приходят в театр Видят эту красоту Смотрите, она в пачечке Красивая, на пальчиках Легко, худенькая Да давай отдадим Никто же не Это верхушка азберга Никто не видит то, что происходит до этого А бывает так, что человек хочет бросить Ребенок, например, да? А вы говорите, у вас такие возможности Не бросаете Бывает? Нет, тут нельзя уговаривать Нет? В этой профессии нельзя Расскажите тогда про ваших выдающихся учеников Которые поступили Которые, наверное, уже отучились, выпустились Кем вы гордитесь? Сейчас ведущий солист Большого театра Денис Родькин Это мой выпускник Он выпускался в Гжели У меня Я тогда преподавал Я его взял с первого курса Три года его готовил Я устроил ему просмотр Чтобы он сходил, просмотрелся Он сходил, его взяли И вот так его карьера сложилась Потом была очень хорошая девочка у меня Хотели поступать в Амгах Но так сложилось, что мама пришла и говорит Вы знаете, там вот есть предложение Видео отправить в Гран-де-Пера В школу При Гран-де-Пера Она у меня занималась Мы сняли, отправили туда видео в Гран-де-Пера Мне звонит мама, говорит Нас отобрали, что делать? Андрей Александрович, ехай Я говорю, да даже не думайте И вот она учится сейчас уже Лет пять уже учится А как же в России же балет Впереди планеты всей? Ну, понимаете Чуть-чуть поменялось все С нашего времени Я говорю, хорошие педагоги Все уехали В своей массе Вот еще в Вагановке что-то осталось У нас остались еще такие Возрасте Под девяносто Да Но это и есть старая школа То, что приходят новые Как я уже говорил Это Ну То, что ты хорошо танцуешь Это не факт, что ты можешь хорошо преподавать Я на самом деле Очень вам благодарна За то, что вы Не отбили у меня желание На моем таком примитивном уровне Приходить вот сюда, вставать И что-то пытаться сделать Я подходила к зеркалу Понимала, что я далеко не про балет Не по телу вообще И мне так понравилось Когда я к вам пришла первый раз И сказала Вы знаете, вы мне извините Я не про балет А вы говорите С чего вы решили Ну это да Вы с чего решили вообще Давайте вперед из песни Мы все с разными физическими возможностями Да Что вы все равно находите За что похвалить Кривая, косая Там Коленки Все равно ты молодец Ты так сделала сегодня Хорошо вот эту выворотность Потому что это каторжный труд Поверьте мне Понимаете, это тоже Искусство преподавания Не отбить желание Как у нас это делает Поэтому вы несете Мне кажется Помимо вот этой эстетики Да Как там ходить Как себя презентовать Ведь это тоже очень важно И для малышей И для взрослых Да Мы все привыкли вот так вот Когда вы показываете там Да Как в метро стоят Артистов балета Или просто хороших танцовщиков Которые Да С детства Их сразу видно Мы уже не говорим Про то, что это адский труд Хотя не все понимают Да Приходят О, не допрыгнул Да, да Кто-то О, там не докрутило Дай бог Люди будут узнавать Приезжать Участвовать Я, конечно, очень хочу Сходить на ваш концерт Сама, конечно, не буду позориться Но сходить Ну, зря Зря Представляете, как это будет Ну, давайте доживем Доживем Куда мы денемся А там Вика балерина В 50 лет В пачке Как-то не очень Поверьте 50 лет Это у нас У меня выступали В том году И 68 лет Ну, то есть у меня Есть время Подготовиться У вас еще 18 лет впереди Будем фуете учить Приходите к нам Будем всегда рады вас увидеть У нас большие залы Профессиональный поларликин Это мягкая подложка Чтобы не на бетоне прыгать Специальный амортизатор Из-за этого не болит спина Лучше сохраняются суставы Специальный линолеум Балетный орликин При этом вот В двух залах Линолеум из Большого театра На котором танцевали люди То есть это как Кусочек истории Большого театра Так же, как у нас есть подарок В школе Это кусок старого занавеса Большого театра Который А где это? Настоящего У меня в кабинете Кусочек театра Который пронумерован Вот то, что прошит Он был золотой нитью Где был написан СССР Хорошая студия Светлые, хорошие раздевалки Три больших зала Да, будем рады вас видеть Залы потрясающие От себя говорю Раздевалки Вообще, я не знаю Прям гримерки целые Душевые Чтобы вы почувствовали себя Как в театре Не, ну у вас правда красивая Когда пришла первый раз Спасибо Вот это в первое впечатление И атмосфера Единственный момент Пропускная система Не все это любят Зато это безопасно В данной ситуации И у вас очень комфортная Зона отдыха Для родителей Где можно попить кофейку Чайку Очень приятно Наши двери В общем Всегда открыты для вас Прекрасно Поэтому ждем всех И детей И не детей И таких как я И даже старше Но вы не прибедняйтесь Вы делаете все Со всеми И еще контролируете соседа Поэтому вас на всех хватит В качестве Можно не сомневаться Главное Желание А желание есть И пожелаем Конечно Друг другу удачи Спасибо вам огромное Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»